Всем привет! Меня зовут Лев. Я уже лет пять, как даже больше, связан с картами, успел их попробовать под разным соусом и расскажу о некотором выводе о том, к какой работе я пришел сейчас. И о том, что ли, пути, который мне кажется сейчас самым правильным, удобным и перспективным. Немного истории о докладах. Мы с Ильей поспорили, могу ли я рассказывать о чем-нибудь, кроме ОСРМ, на своих докладах. Вот мы и проверим. UnixWay в работе с геоданами. О чем я буду рассказывать? Я буду рассказывать о том, что с геоданами можно работать не только мышкой, когда у вас есть какая-то огромная GIS, в лучшем случае или в худшем случае за огромную кучу денег. У вас к нему идет огроменный монитор из кучи DPI, такая же мышка, которая геймерская. И вы что-то там накликиваете, делаете фильтры, платите, по-первых, карниз. Вот. Но можно и работать с GIS-ами из командной строки. Я расскажу о том, что стандартные форматы и вообще стандартизация очень полезна. Для меня это было неочевидно. И я немного расскажу про опыт. Вот. Я вам расскажу про геоджейса. Вообще, первый раз, когда я его увидел, я, честно сказать, ужаснулся. А спустя несколько лет он у меня практически везде. Ну и расскажу пару своих трюков. Ну как своих? Вообще говоря, в этом докладе я сам ничего не придумал, потому что все существовало до меня. Все я где-то подсмотрел. Что-то вон у котяры. Unix вообще, по-моему, был еще до того, как я родился. Так что все это известно, и моего авторства, в общем-то, здесь нет. Вот. Unix Lane. Про что это вообще? Когда рассказывают про Unix, обычно это такой подход, когда у вас есть куча маленьких программ-утилит. И сама идеология настроена на то, что каждая утилита, она выполняет только одно действие. У вас нету комбайна. И я начал исповедовать этот путь в отношении GIS-ов. Я за то, чтобы уходить от абсолютного комбайна, когда у вас есть одно приложение, которое делает все, к куче маленьких. Настолько, что, в общем-то, OGR-to-OGR, довольно известная утилита, которая может конвертировать любые форматы гео в любые, но у меня тоже не прижилась. Вторая идеология 2D Unix состоит в том, что, так как у вас много маленьких программ, вы их собираете в цепочке. И они обмениваются через примитив операционной системы, названной Python. И недавно этот примитив вроде даже Windows. Держали, здесь я точно не ручаюсь, потому что давно не сидел, но вроде там что-то есть. Также это все про автоматизацию. Гео-данных много. Планета OSM уже 50 гигабайт переросла. History, вон, сказали терабайты. Когда у вас один GPS-трек со своего телефона, это может еще удобно мышкой чего-то наприкивать. Но когда вы неделю погуляете, у вас уже 7 GPS-треков с телефона. А когда у вас собственное приложение, то у вас вдруг каждый клиент с современного телефона может один раз в секунду прислать точку. И эта проблема решается только автоматизацией. И, собственно, зачем нам все автоматизировать, зачем решать? Как только мы переходим на вот этот путь Yonix, у нас решается проблема масштабирования. В принципе, если мы делаем что-то не мышкой, а через сборку вот таких интересных штук, мы легко переходим от одного ко многим. Как мы знаем, из докладов о бесплатной завтраке закончились. Процессоры уже несколько лет в тактовой частоте не повышаются. Повышается количество ядей. И здесь мы вдруг сможем их использовать. Не вникая в программирование, многопоточность, не используя современные какие-то мегафреймворки, а пользуясь только тем, что изобрели еще в 80-х годах. Идеологию форка и так далее. Ну и как только начинаешь чуть больше работать с GIS, оказывается, что любая GIS-задача, она еще и долгая. Ну то есть там порезать планету, вырезать Москву, это уже там десятки минут. Это если применительно космос. Если вы вдруг анализируете растровые тайлы, то там огромное время. И графический интерфейс становится не нужен. То есть, ну да, вы там прокликали три чекбокса, потом у вас такая вот бегущая там строка, и еда, ожидание там час. Ну и как это все реализовывается. Первый кирпичик, о котором я хочу поговорить. Когда вы будете писать свои программы, когда вы пишете свою дилит, постарайтесь приходить всегда к какому-нибудь уже известному формату. Потому что, на самом деле, как бы не казались современными там GIS-задачи, уже человечество наступило на многие грабли. И то, что в пост-GIS, то, с чем столкнулись создатели того же GPX, наверняка вы не учитываете, используя просто массив координат. И когда вам понадобится вдруг расширить свое приложение, чтобы использовать, добавить какую-то информацию, вы вдруг начали помимо координат точность собирать, еще чего-то, чтобы не оказалось вдруг, что ничего к этому не готово. И здесь помогают эти форматы. Также использование общеизвестного формата, оно позволяет меньше тратить на всякий тулсет. У вас вот, я уже упоминал, допустим, OGR-2OGR вдруг может конвертировать. У вас уже есть просматривалка этого формата. И так далее, и так далее, и так далее. В общем, это сразу удешевляет даже разработку, несмотря на то, что сначала кажется, что писать надо больше. Ну и кроме того, объяснять, как работает ваша утилита, становится легче. Вы сразу внезапно оказываетесь... Вам не надо говорить, что вот вам бинарный файл. Там, значит, сначала int 4 байта, это количество точек, дальше точки идут парами по два. Вы говорите, что там на выходе geogson. И все так, хоп, понятно. Или там на выходе gpx. Или там на выходе vkt, в окном тексте. И все сразу понимают. Вот. А вот так выглядит geogson, если кто-то не видел. Я не ставил своей целью описать сам формат, поэтому это, наверное, единственный слайд с самим форматом, с тем, как там что представлено. Коротко, для тех, кто не знает, суть то, что есть коллекция, ну или ее может не быть, но есть такой примитив. В коллекции могут быть отдельные фичи. Фича может быть либо точкой, либо линией, либо полигоном. И у каждого примитива, у всего, и у коллекции, и у точки, и так далее, есть некоторые слова свойств в проперти, в котором может быть написано вообще что угодно. То есть геометрия, она задана, а проперти не задана. Есть еще одно расширение, в котором система координат указывается. То есть, в принципе, в формате уже подумали, что, вообще говоря, в геосистемах, в ГИСах, не обязательно все там, в сферических координатах. Иногда бюргатор бывает. А иногда локальная система координат. И за вас уже подумали, просто надо взять, прочитать и использовать. И почему гео-жейсон? Почему в итоге, после всех форматов, я пришел к нему? Ну, во-первых, он прост. То есть, он прост во всем. Во-первых, это джейсон. Его поддерживает все. Даже, наверное, открыть современные прошивки для какой-нибудь кофеварки. Там будет Node.js. И оно будет работать. Во всех языках есть джейсон. Уже. И даже если у вас нету специальной библиотеки по гео-жейсону, вы можете руками распарсить обычным джейсон-дочиталкой. Он текстовый. То есть, взглянув на поток, взглянув на файл с гео-жейсоном, можно сразу сказать, что это за формат. И его можно скопировать. Он не кладет текстового редактора. Это очень удобно. И он мегагибок. Вот этот вот словарик с свойствами, в него можно запихнуть что угодно. И геометрия, может быть, на самом деле любая выражается. Поэтому все, что все задачи, которые у меня были, выражаются через гео-жейсон отлично. Я еще не встретил ни одной задачи, которую я бы не смог не переложить на него. Но, конечно, есть минусы. Минус главный, который меня отпугнул в свое время, это его многословность. Вот эти все фича, коллекшн, дальше тайп фича, это мега-многословно. И когда у вас прям супер-продакшн-система, мега-нагруженная, это может быть проблема. Потому что хорошая гео-жейсон-геометрия, ну, допустим, там, границы Российской Федерации, может занимать сотню мегабайт. И не влезть у вас ни в какую очередь. Это возможная проблема. Ее надо учитывать. С другой стороны, геометрия логически не ограничена ничем. То есть, если у вас не влезает гео-жейсон Российской Федерации, а бинарный формат влезает, никто не гарантирует, что через некоторое время не появится другого государства, у которого граница будет еще более, там, билообразная. И уже бинарный формат не станет влезать в вашу очередь. А второй минус, это некоторая неоднозначность со стороны свойств. Гео-жейсон очень хорошо описывает все вещи относительно геометрии, но вот в этом словарике свойств у вас полная свобода, и можно сделать какие-то неподдерживаемые штуки. Но здесь уже да, за гибкость приходится возможная излишняя гибкость. Есть маленький минус, он математически сложный для распознавания, потому что по сути ваш парсер парсит текст, но чем больше я смотрю на современные системы, которые джейсон гоняют вообще везде, тем меньше мне кажется, что этот минус сейчас кто-то берет в рассмотрение. с точки зрения прототипирования и так далее, читаемость гораздо важнее. Когда вы пойдете в продакшн, возможно, вам захочется что-то упаковывать, и там войдут уже бинарные форматы. Ну и если совсем загоняться, то по-хорошему во всех библиотеках геоджейсон в детальных, награниченных ситуациях иногда реализован по-разному. Кто-то может не переводить пустую фичу без геометрии, кто-то считает, что если фича пустая, то зачем внутри писать геометрии пустой изна. В общем, в пределах бывают разные. Но я все равно агитируюсь за то, что это хороший формат, и приводить свой тулсет к этому формату полезно и может там вбиться в будущем. UnixWay. Как мы работаем и как вообще большинство геозадач решается? Я вот разбил на 4 этапа. Сначала вы получаете список объектов, которые вы обрабатываете, это некоторые геометрии, допустим, все магазины пятерочка. Дальше вы что-то делаете по каждой задаче. Скорее всего, на этом этапе вам не нужно знать о соседних магазинах. То есть, вам надо, вот, как, например, с прошлого доклада, добавить магазин на карту. для этого надо пересечь с существующими объектами, проверить, не добавлен ли уже магазин и так далее. По сути, все довольно параллельно. Соответственно, вы получаете сами данные по задаче, обрабатываете, а потом вы все результаты сливаете в какое-то общее нечто. Это может быть отчет, это может быть общий чиншет файлов, либо ничего общего может не быть и обработка сама закинет, допустим, что-то на сервер и закончится. И как это все делать? Список задач. Все мои знакомые сидят плотно на пастгре SQL и плотно на пастгисе. Такого количества геометрических, географических функций, по-моему, нет больше ни в одной базе данных. Поэтому это стал какой-то формат де-факто. Доступ через консольную интеллекту SQL, и у нее для нас есть куча полезных флагов. Для наших задач нам надо убрать все человеческое из SQL. Во-первых, чтобы он выполнял нашу команду беспрекословно. Во-вторых, чтобы не рассказывал, что он выполняет. поэтому есть опция Q, это BeQuiet, не выводить информацию внутреннюю. Есть опция еще X большое, я ее здесь использовал, но не расшифровывал, это игнорировать RC-файл, то есть для по SQL можно написать некоторую последовательность команд, которая будет выполняться перед каждым запуском утилита. И там можно добавить строку приглашения и что угодно. Чтобы ничего не вылезало, часто добавляют ее. Дальше есть две опции минус C это выполнить команду, то есть ну дальше следует SQL, вы не в режиме интерактивном, а просто работаете получается с базой данных. И внутри есть отдельная супероператор, помимо select, есть копия. Копия модифицирует вывод. То есть если без копия вы пишете select что-то там, пост SQL выполняет получать данные, дальше по SQL или там ваш клиент начинает рисовать псевдографикой или не псевдографикой таблицы, что-то выкидывать, что-то придумывать. Копия позволяет просто копировать данные. Там еще можно модификаторы задавать форматирование, то есть допустим если у вас таблица, вы можете представить как CSV. Я обычно вывожу полон, то есть вот частый запрос представлен то, как я получаю список задач. У меня есть некоторые базы данных с райными, это поездки, они там кодируются каким-то идентификатором, задачи. такой запуск позволяет получить не на выходе в консоль кастердау, просто без дополнительной любой информации по одному райду на строку. И после этого с этим можно работать. Так в результате мы получили некоторые список задач. Здесь может быть кроме райд.it вывод геометрии. В пастгисе есть оператор s geojson, который геометрию сам внутри себя переведет в формат geojson и закинет также по одной строчке в стандартный вывод. Таким образом можно доставать из базы данную геометрию для дальнейшей работы. Следующая магическая утилита в мире mix-off это параллел. Это немного гнутая утилита позволяет запускать задачи как ни странно в параллели. Она очень любит рассказывать про свой статус, поэтому чаще всего ее запускают с новой нотис, флагом которых просто не выводят сообщения о ее лицензии. основная идея то, что она берет из стандартного ввода все строки и запускает в этот поток вывод в какую-то команду, которая указывается после. В данном случае я сделал вызов питона с некоторым файлом worker, это обработчик, и на месте скобок она поставляет по одной строчке со своего входа. В результате получается то, что мы после получения списка задач утилизируем все процессоры, запускаем по количеству процессоров копий worker, и они параллельно начинают обрабатывать всю нашу кущу. то есть как только один заканчивается, начинается следующий. Я думаю, маленькое замечание, враченки. Маленькое замечание, он просто по количеству процессоров запускает, он еще следит за загрузкой системы, если система не загружена, он запускает больше потока, если нет перегружена, меньше. Ну да, на самом деле утилиту можно тоже рекомендую вычитать мат, там куча разных флажков, он умеет показывать ету, то есть, ну, если много у вас задач, и они, там, каждая задача выполняется довольно быстро, там, посчитать количество трех точек в треке, но задача, задача, десятки тысяч, он показывает процесс выполнения. Это все у него реализовано. Очень удобный утилит, таким образом мы получаем результат можно, допустим, влог выкидывать куда-то, просто еще одна возможность юникса, направление вывода стандартного. Таким образом мы уже сделали обработку. И третье утилита, который тяжело молчать, так как я стал адептом геоджейсона, у мапбокса есть сайт геоджейсон ИО. И к нему на гитхабе есть отдельный клиент, который консольный. Эта штука принимает на вход тоже из-за стандартного вывода предыдущей команды некоторой геоджейсона. Она умеет вынимать некоторые стили, некоторые раскраски в словарике свойств properties и в результате заменяет собой меня заменяет иногда ку-гиз какое-то большое отдельное приложение гиз просто запуском браузера. Запускается браузер, вот в нем подложка стандартная ОСМФская, везде одинаковая, а дальше какие-то ваши данные. В данном случае я так как очень люблю играться с ОСРМ, у меня процесс привязки. То есть синий это сырой трек, дальше у меня отдельный утиль это его когда-то упростило появился бирюзовый трек, дальше ОСРМ что-то обработал появился черный трек. Таким образом полностью не выходя из консоль мы достали данные обработали соединили вместе выведенный экран. Не нужно никакой большой платный GIS не нужно мучиться с подложками осваивать GIS и так далее все очень удобно. А после того как мы отработали на маленьком этапе мы во-первых можем убрать вот там в самом начале в команде PSQL лимит и запустить на всех своих данных сразу на всех процессорах и если мы наш код возьмем и просто как есть закинем на сервер на компьютер на лаптопе меня 4 процессора на сервере 24 ну ядра вот сразу получили бесплатно ускорение мы ничего не переписывали вот и после того как у нас уже есть вот такая отлаженная отлаженный путь обработки данных которые мы прошли мы все собираем в makefile я очень много тоже и до сих пор очень люблю смотреть различные системы сборки подготовки там для питона Luigi сейчас многие используют показывают но в результате лучше пока я ничего не нашел а главное что не повторяйте мою ошибку не начинайте знакомиться с makefile с вывода какого-нибудь автоконфигуратора то есть я вот как пришел в unix в linux система я увидел что есть вот этот там configure make install набрал configure дальше посмотрел а что же за makefile сгенерился а там такая такой файл на мегабайт с поиском всего чего только можно и непонятными символами вот человека написанные файлы так не выглядят поэтому старайтесь начинайте с малого на самом деле от простых команд которые вы написали до этого это практически не отличается но с другой стороны makefile позволит вам сразу снять кучу головной боли следить за актуальностью планеты если что обновить ее ну и делать рутинные задачи просто на вызове там make update planet make match roads и так далее ну вот в общем-то все что я хотел сказать всем этим это исключительно то что несмотря на то что кажется сложным ненужным и страшным тратить дополнительное время чтобы свои данные приводить к каким-то общеизвестным форматам несмотря на то что у вас кроме допустим координат ничего нет потратьте время и приведите выводы и хранение к чему-нибудь общеизвестным потом это окупится вот и после этого из вашего тулсета из вашего программ можно собирать GIS просто в консоли без дополнительного кода спасибо за внимание готов ответить вопрос мейк файл по умолчанию трекает зависимость то есть когда вы делаете одну какую-то задачу все просто баш отлично когда две задачи которая зависит друг от друга уже сложнее а когда вам у вас вот результат вашей работы наслаивается 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 допустим вы привязали какие-то дороги увидели что ваша машина проехала где-то по полю там дорогу доделали и надо нарисовать дорогу в основе вы залазите на окон сереброфорг открываете любимый редактор айди рисуете дорогу после этого чтобы перепривязать вам надо у себя обновить планету собрать ОСР и запустить заново привязку если у вас до этого был мейк файл с правильно выставленной зависимостью вы удаляете один таргет это апдей это вот планет и файл сам собирается весь то есть он вычисляет спочку которая получается изменилась и без вашего участия там вещь работает а вы получаете готовую систему